Очередь комплексити запрещать героя. Возвращаемся на матч эннами комплексити. Счёт 1-0 в пользу коллов. Они довольно-таки легко расправились со своими эннами в первой игре. Ну и посмотрим, что во второй будет. Какой ответ продемонстрируют. Вообще, ну в целом, конечно, с самого начала всё хорошо было. Забрали курьера, потом второго. Страта рассчитана на лёгкий сноуболл. Ну не то, чтобы рассчитана прямо на лёгкий сноуболл. Но в случае, если ты получаешь хорошее преимущество в начале, у тебя всё лучше и лучше получается дальше. Ты там сломал первый тавр, второй у тебя появилось преимущество. Ты с ним сломал третий, четвёртый. И так как ещё упало два курьера и выиграны было пару драк, плюс рошан, довольно легко с этой задачей справились коллы. Опять они будут у нас... Так, у нас эннами были за дайр. Да, теперь за дайр комплексити. Посмотрим, что в этот раз. Продемонстрируют эннами, берут хорошего героя, бестмастер. Ну опять Фурион и Эрспирит на этот раз. Земелья. Да, решили поиграть чуть-чуть другую доту. Так, а там у нас была, да, ну там была Винга, поэтому немножко уже стратегия должна будет измениться. Всё-таки Винга это герой, который даёт тебе хороший дэмэдж в начале. С другой стороны, Фурион, если он опять получит такое преимущество, то скрыться от него будет очень тяжело. Ну, тяжко играть с героем, который гораздо мобильнее тебя. Он летает по всей карте и при этом он ещё и по статам тебя уделывает. Инвокер. Ну такой очень сильный, солидный старт в пике от эннами, но двух коров они уже показали сопернику. Плюс ко всему, всё-таки Инвокер не так хорошо стоит в миде, когда есть Эрспирит. Он ему может помешать своими камнями. Ну, по-разному может ставить, конечно. Если ты играешь в квас-вексовский Инвокер, то Эрспирит в принципе не проблема, но он тебя напрягает постоянно. Вот на начальных левлах первый, второй, третий, четвёртый левел, это, конечно, жёсткий напряг, потому что у Инвокера маленький мувспид, да, качает он эти вексы там, но всё равно очень мало даёт. Ну там 1-2% скорости бега, это маловато на первых левлах, да? Ну ему нужно нормально закачать там в тройку, в четвёрку, чтобы... Да-да-да-да, вот поэтому он на первых левлах, там второй, третий, четвёртый левел, когда векс ещё маленький, это всё такое всё. Слабенько. Ну и к тому же нужно его включать, чтобы был... А если ты включаешь векс, то у тебя реген пропадает с синих шариков. Ну с кваса тоже реген. На первых левлах маленький, там вот это 1-2 регена, когда у тебя там уже фон сильно заканчен, там нормально, когда у тебя 4-5 сферы есть, то там это хороший реген. Ох, а на первых левлах всё слабо. Так что гангой спокойно можно исперить, особенно который приходит к тебе с урбуфеном, вкатывает с тебя с урбуфеном. Во-первых, со скамня там 2 секунды замедления, плюс за эти 2 секунды ты ещё можешь нормально настакать урбуфеном, там пару ударов как раз таки сделать. Это тоже будет нормально, поэтому Инвокер чуть ли там не останавливается на месте. Если есть какой-то ещё нюкер в миде, там с каким-нибудь замедлением, или с, ну просто нюком там, ну из серии там пака какого-то, то Инвокер просто халяву можно убивать, потому что у него парень не армированный в принципе, он очень мягкий, любист. Мне кажется, любой герой вначале практически останавливается от действий шара и урбов венома. Там оно слишком большое, замедление имеется в виду. Но Инвокер в принципе ещё у него начальный, ну из-за того, что у него есть как раз таки векс, из-за того, что он это прокачивает и потом становится довольно-таки быстрым, у него начальный мус-пит очень маленький. Наверное, чего он в конце как сикер носился. Ну да. В свои времена. Всё верно. Комплексити берут лича. Интересно, куда лича они поставят, и вообще как линии будут выглядеть, потому что Эрспирид это, ну, герой, который прежде всего на роуминг рассчитан. Это не саппорт на линии, лич наоборот. Но ставят зачастую не в лёгкую линию, а вот как раз куда-то на хард или в мид. Ну вот, я думаю, что-то из этой серии будет стоять, типа Фурион пойдёт в лёгкую. Да, лич будет стоять с каким-то, как раз таки, керри в оффлейне. Эрспирид будет помогать инвокеру, и что-то из серии может взять даже какого-то... Так, это же Эрспирид в миде будет стоять с мидером, лич будет стоять в лейне с керри. Всё, да. Офф, Фурион в визе. Всё верно, против бисмастера. Ну, здесь вот именно кого, кого сейчас добавят к личу Эрспириду, и энеми на этот раз задумались. Энеми неплохо было бы подумать о своих саппортах, как они будут защищаться от этого всего. Ну, саппорты нужны сильные. Опять думал. Ага, где-то четвёрка. Ну вот, Тинни, да, Тинни, лич. Могут вообще пойти и не заморачиваться. Тинни просто личом поставить мидл против этого инвокера, чтобы он жёстко его напрягать. Во-первых, у него крипов есть, чтобы он проседал по левелу. Эрспирид, ну, тоже типа на помощь поставить в мидл, просто втроём напрягать от мидл. Тинни, лич, лич, крипов, если Эрспирид просто накатывается, и просто в этот инвокер съесть. Фуриона в оффлейн, и какого-то независимого ещё сувоэкерри поставить в типа квопы, может, какой-то в изи-лейн против бессмастера. Но с бессмастером трудно, на самом деле, один на один стоять, ему нужна помощь всегда. Потому что бессмастер, у него бешеная атака с руки, чуть ли не самая сильная вообще в доте. Армора много. Да, армора много. Там после какого-то трента, там, и Тинни, да, он идёт там чуть ли не в тройку, по-моему, заходит у него там под 60 с лишним. Там 65, что ли, или даже... Ну, суммарно, по показателям вот именно армора и тычки с руки, он даже посильнее. Там у Тинни-то ноль армора, а у бессмастера, по-моему, что около пяти. Ну, бессмастер, который, по идее, должен ещё будет взять топор, у него будет атака чуть ли не под сотку. Ну, по крипам там, да, вообще. То есть можно и пеньков разбирать, и спруты проедать, и при этом ещё и фуриону накидывать, замедлять его кабанами, там тоже взять урбу веном какой-нибудь, и он никуда не уйдёт. Ну, лучше, наверное, на урбу веном не брать, потому что... Ну, так замедление хватает с кабанами. Ну, фурион, да, в ботинке придёт, скорее всего, вряд ли без ботинка, лучше топор какой-нибудь. Столдшилд и просто ставить по кандидату. Да, сейчас щиток точно нужен против пеньков. Маск-шляж, лайфстиллера забирают. Вот это интересное решение против Тинника. Ну, в принципе, против Тинника он работает неплохо. Есть, во-первых, рейдж, во-вторых, в рейдже под нитянь действует пассивка, и ты толстого Тинника быстро проедаешь. Но вот на лайне это, конечно, большой вопрос. Как он будет себя чувствовать? На месте комплексти Тилича бы стоял как раз, ну, точно в оффлейн, не в миддл с Тинни, в оффлейн с каким-нибудь персонажем. Тинни оставлял соло на миде, стоять против инвокера при помощи эспирита. Фуриона стоял в лёгкую линию, и лич плюс вот кто-то против лайфстиллера. Потому что пока смотрится слабенько, на самом деле, у энеми. Думаю, стоять в лесу, бисмастер будет стоять в оффлейн, инвокер в миде, где будет лайфстиллер стоять плюс один герой. Тлич плюс кто-то сильный, на самом деле, убьёт по-хорошему лайфстиллера и любого спорта. Да, так получается, что если лайфстиллеру не помешать, он будет стоять нормально, в миде инвокер чуть поприжмётся, и будет играть аккуратно. Но бисмастер будет стоять хорошо, ещё будет фармить ду. Слишком как-то круто. Да, поэтому нужно идти напрягать всё-таки этот оффлейн команды. Тим. Тим энеми. Энеми. Что сейчас выберут в комплексе в качестве своего... Это наши доданки. Они могут вообще по-другому мыслить. Да, может быть, они вообще как-то поставят как раз-таки сейчас изберут героя на лёгкую, а Фуриона всё-таки поставят в мид. Ведь если ты хорошую линию поставишь сверху с бисмастером, опять же, Фурион может уйти в лес и фармить там спокойно. Можно спокойно играть в... Также, типа, Лича с Фурионом ставишь, в два рейнджа, ты просто от Ласт Лера ничего не оставишь. Если ты возьмёшь какую-то орбу Феномом ещё на Фурионе, если чё, он просто под эти два замедления, ты просто вписываешь ему новую, ещё сверху накидываешь эти тычки под урок Фуриономом, он, во-первых, на месте чуть останавливается. Ну, очень больно. Ласт Лейрон тоже, он не армированный герой, в принципе, в начале и до Керасы он с руки очень сильно приседает. Из-за этого, как раз-таки, у неё есть это врождённое Блокенбарда, врождённая Трейдж, чтобы на неё скиллы не действовали, потому что с ручки персонаж забрать в начале очень лёгко, он очень слабенький. Ну, я думаю... Это же, что выбирать. Я думаю, Тинни лично топ пойдут, Рейзер в миддл при помощи спирита и Фурион на лёгкую. Это, ну, это круто будет. Даже так. Посмотрим. Рейзер по-хорошему должен загонять инвокера в салат. При помощи спирита просто инвокер должен проседать серьёзно на миде. Да, и плюс ко всему, в лейтгейме он с лайфстилером хорошо смотрится. И лич со своим ас армором также смотрится здорово. Здесь прямо лайфстилеру лёгкой жизни не будет. Так, Ола хорошо вспомнили про этого Рейзера. Какая ластилер у Контра там обычно у нас была? Как раз этот Рейзер. Нага Сирена. Ой-ой-ой, какого слабенького суппорта они взяли. Да, это что-то прямо... Это один из самых слабых, наверное, который может быть, потому что, ну, реально, это какая-то жесть. А могут вообще Разора наверх поставить? Лимб пойдёт в миддл у нас. Сейчас посмотрим по закупу. По закупу это могу точно будет сказать. Чейзи в миддл с сапогом. Это, скорее всего, да. Скорее всего, Чейзи пойдёт в миддл, а Лимб пойдёт на сложную линию с Фреоном или нет? Нет, сейчас будем смотреть. Нет, вообще всё по-другому делают. Чейзи... Куда Чейзи идёт? Ну, скажите, давайте. Покажите. Покажите, куда идёт Чейзи. Всё, все расходятся просто нормально. Лимб идёт у нас. Я не понимаю. Что-то все с сапогами, кто-то куда-то. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Пока представим команду. Команда Enemy. Flying Zebra будет играть на Doom, Frozen на CM, Slayer на Invoker, Beastmaster от Sovereign и BSJ на Lifestealer. На будущее. Это Банана с Slam Jam. Да, но я не могу запомнить. Ну, хотя довольно яркий. Нужно бананов. Да, ничего страшного. Так, команда комплекции. У нас Windows будет играть в оффлайне на Fur... Да ладно, не буду говорить, кто где будет играть, потому что я пока сам не понимаю. У нас Windows будет играть на Фурионе. У нас с Алимб будет играть на Тине, Чейзи будет играть на Razor и пара суппортов. То есть, Фрик будет играть на Испереди. Четвертой позиции. Хэнскен будет исполнять на Литче. Ну, вот так вот пока... Ну, видимо, все-таки поставят более классические свои лайны. Да, дефолт. Дефолт у нас. Чейзи просто ходит в сапоге с сапогом, то есть идет на топ. Это, наверное, сапог был куплен специально для того, чтобы Кабанчик сильно не напрягал, чтобы, когда он будет впиваться со своим статик Ленком, статик Ленком на как раз-таки Бестмастера, чтобы Кабан не прерывал его, чтобы Бестмастер очень быстренько не убегал от этого статика Ленга, и чтобы он нормально дамиджи забирал у Бестмастера. Зато был на сапог, да, конечно. И на медиа, на медиа. Ну, ты добл... Ой-ой-ой, как больно Ханскену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень больно. Просел. Вот сейчас Дум просеет, на самом деле, с этим Инфернал Блэйдом, и что, вот тут дальше будет с сапогом бегать? Он не может ни одна никакого крепа съесть. Они хотели сделать все с Блат, попытаться на этом Ханскене, но не получилось. Значит, напоминает такие вот выходы, когда там соперник берет Энигму, и раньше часто выходили, Энигму там была вынуждена вкачать, скажем так, Меллифайз, какой-нибудь вообще бесполезный. Ну, по ошибке, конечно. И из-за этого потом все очень плохо было. И вот здесь Дум. Да, это бред вообще на Энигме. И никогда в жизни нельзя брать этот стан, даже если ты где-то на руне дерешься. Я просто напомню, раньше он на первом левеле вообще станел на одну секунду, и все. Даже не на одну секунду, а на долю секунды, и все. И не было вторых вот этих тиков. Ну да, это было в Эре Динозавров. Это было очень давно уже. После этого, конечно, пофиксили. Но все равно, этот скил... Ну, вообще ничего нельзя брать на Энигме, кроме как Эдалонов. Ты, потому что просядешь, потом очень серьезно. Тебе нужно будет приходить на какую-то линию, либо бить с рук этих крипов. Ты там на ответ три минуты будешь опаздывать от своего нормального тайминга, там, на Мекку, на все, на Сулу-Ринге. В общем, ничего, кроме Эдалонов. Так, на секунду. Интернет, видимо, у меня пропал. Ну ладно, все, сейчас восстановился. Да, ну, твоя мысль про Эдалонов и Энигму была всеми услышана. Я думаю, что... Хотя, конечно, Миднайт Пульс бывает сейчас тоже довольно-таки неплох, но... Все равно тебе придется действительно где-то заработать свой второй. И это очень-очень печально. Но вернемся к нашей игре. Бестмастер пошел в леса. Он вообще не хочет стоять на верхней линии, даже не то, что из-за Разора, а потому что здесь есть Сёр Спирит, который необычную несколько позицию занимает. Он занимает позицию именно обычного саппорта линейного, который отводит и пока никуда не подключается. Ну, по той причине, что в Мид ему выходить нет никакой нужды. Там и так стоит Лич вместе с Тинником. И у Инвокера тяжелая жизнь. Ну и, в общем-то, Бестмастера он тоже гонять не может. Бестмастер в леса. Да, он все грамотно сейчас делает. Просто чуть-чуть гоняет Бестмастер. Сейчас даст спейс Разору, чтобы Рейзер там купил какой-то себе ботинки в лучшую руку. Вот он на Квиллу делает. Да, да, либо Пауэртретс, либо быстренько купил себе Фейзы и просто он сам без Мастера не будет подпускать некуда. Он его просто халяву будет загонять. Так, у Астиллер тут два колечка взял и пошел на Фурион. Но... Но это как бы да. Это о слабостях Лайфстиллера. Фурион просто нажимает телепортер. Рановато. Банана слэмджема здесь. Попытался напасть. Очень рано было. Мог бы чуть-чуть потерпеть, потерпеть не... Ну, он просто испугал его. И Фурион, ну, свинтеллс просто парень у нас на растороп. Спокойненько улетел. Так, нападение на Инвокера, но Инвокер как-то неплохо откидывается. Вот сейчас съедает Фейрифайр, хотя еще одна тычка Инвокера уходит на лоу-хп, пошел камень. Да ладно! Солетел камень. Попал он этим камнем еще. Ну, нет. Ферзблата забирают. Велично смотрят. Ну, в принципе, начало как в прошлой игре. У нас 2.0 ввели у нас теменами из-за как раз-таки агрессии колов. Из-за ошибок колов. Ну, пожалуйста. Опять это Фейрифайр. Мне не нравится этот артефакт. Ты в тюрьме его подмечаешь, но вот он... Ой-ой-ой, лимп проседает сильно. 40 хп, дум бежит за ним, санстрайк и лимп разворачивается прямо перед санстрайком. А лимп разворачивается на руну, мне кажется, нет. Да нет, нет. Не веет на руну, он нижнем. Верхнюю видят, что забрали. Забрало экспирит как раз-таки. Слишком опасно бежать туда без хп. Лайфстилер тем временем проседает у нас на нижнем. Фейрифайр не дает делать вот эти начальные киллы. Потому что он реально жирает очень много демча. Он жирает 2 тычки. 2 тычки-сурки на начальных левелах. Насколько я понял, Тинни вообще, ну вот почему он так долго медлил с Тосом? Он хотел вытаснуть, выкинуть инвокера с мида куда-нибудь на своих крипов подальше. Но из-за того, что инвокер стоял рядом, он не мог этого сделать никак. Он просто ждал, когда там умрет кто-нибудь. Но с ним стояла катапульт там еще, по-моему. И это было очень тяжело. Поэтому вынужден был вот в конце уже там Тосик потратить. Здесь Фурион взял фейзы. Вообще Фуриона оставляют. И вот посмотри на крипстаты. 34 крипа у Разора, примерно столько же у Лайфтилера. У Фуриона 24. И при этом еще Тинни опережает. Это Фуриона. Просто телепорт. А, там сетка, сетка. Там сетка, сетка. Толя. Ой, сейчас сетки нету. Но все равно его добили бы. Вот сейчас сеточка будет. И минус. Хорошо, крипас ел у нас тум. Но он все равно бы Инфернл Блэйдом сбил там этот телепорт. Да. Ну, скорее всего, забрать бы и так, и так, и так. Сетка не нужна была. Но в любом случае Фурион погибает. Опять 2-0. Ты знаешь, даже скорее, если как-то нету этого Инфернл Блэйда, там он не вканал. Ну, он его вкачал на первом лавеле, но даже если его не было, у Фуриона уже психологически он видит дума, который может сбить ему этот телепорт. Он не делает телепорт, он пытается убежать. Поэтому обязательно нужно, чтобы кто-то выходил. Смотри, что у нас с тиманами делают. Лайфслейер просто отопшнулся на миддл. Он пошел сразу фармить Эйшентов. И дума оставил внизу фармить линию. А, слушай, может он по старому доброму? В крипах? Ну да, пожалуйста, и поехал все. На миде, на Фрозене. Нападение. На верхний рунь. На верхний рунь. Которого не действует магия. С ним очень тяжело справляться. Прилетел Нейчерс Профит, но это ошибка. Он остается здесь один. Дракон поджигает землю. Дракону ничего не могут сделать. Боже, Сэмочку затыкал Фурион. Фурион нереально мощный. Пойти о земле не забегать. Она реально очень много ТПС наносит. Если в ней стоять, вот, смотри. Сейчас еще дул. Собирают Рублэйд и Диннивокера. А там нету, а там, а там, там был только что Дракон съедит. Извини. Извини, у нас брат. Так, тем временем еще умирает у нас. Динвокера там забрали. Правильно. Да, и Дракон тут продолжает свои полеты. Ну, штука, конечно, интересная, но на самом деле, вот если каким-то образом лайфстилеру получается собрать быстрый радианс, это реально имба. Потому что эти крипы, их на ранней стадии, ну, просто нечем убивать. И даже если ты убьешь крипа, это ты не убил лайфстилера. Это ты просто убил крипа, в котором... Это как, я не знаю, сказка про Кащей Бессмертного, который там в утке заяц, заяц и медведи, медведь там в сундуке, а внутри всего этого как от Наразора. А никто не ТПшится, никто не ТПшится, не помогает. Он просто умирает на халяву. Он просто умирает. Ну смотри, эти манами включились у нас. Какой-то свои необычные стратегии начинают прессовать. И снизу еще Санстрайк забирают Распирита. По сверху забирают вышку. Вышку не факт, что заберут, потому что здесь Маке стягивается у нас. Ребята, есть ульта у Фориона. Если со спину зайдут Ханскину с ультимейтом и Лимб, стоит минус два героя, скорее всего, должно быть. Но нет. Эластелик должен выживать. у него есть рейдж, у него есть инфест, вот этот Дум должен умирать. Да, тут его еще ультой подзажарило и Лайфстилер уходит. Очень жестко было. Ну, рассменяли Дума на... Дума это немного. Прямо скажем. Так, и... Лайфстилер опять сейчас пойдет в крипа. Как я понимаю, вот гранитный голем. Очень тяжело с этими крипами. Хотя в этой стратегии нет ничего такого. Ее пытались в свое время ЕГЭ демонстрировать на профессиональной сцене. Да, Альянс тоже первые там показывали, наверное, они самых первых. Лоток, когда он сыграл на Лайфстилере, наверное, как только это появилось, он прям чуть ли не там не на следующий день уже в официальной игре залезал как раз таки в гранитного голема и просто бегал с радиком. Да, но... Как только команды поняли более-менее, что с этим делать, то, в принципе, проблем никаких уже не возникало. Но мы видим, что фармит Родианс. Да, купил себе свиток уже и продолжает. На этот раз пока просто зачистил Ланшиндов. Может быть, голем не самый лучший. Вообще, если честно, да, он самый худший, наверное, потому что вот этот баф в процентном соотношении на ХП вначале очень слабо тебе что-то дает, а какой-нибудь Громоящер или Древний Дракон... Дракон может сильно поджечь землю. Громоящер, накинуть рейдж на одного из тиммейтов. Ты в Драконе очень быстро можешь фармить. Ты встречаешь пачку крипов, просто накидываешь это бешеный фаербол, который наносит на самом деле 850 дамага. Если в нем стоять, то пачку крипов просто заболевает очень быстро. Ну, сейчас увидишь, если он куда-то фармит, пойдет, потом пачка крипов просто сливается за секунду. Или герои на ранней стадии, которые еще довольно глипкие. Так, тут у нас пошел какой-то выход от Фреона. Фреон, ДТП сбить нечем, бестмастер уходит. Контролирует эти манавии, хороший вард стоит на нижнем уровне. Спокойно. Дракон, вот он, Дракон. Ну, просто он просто будет лететь и не давать пропушить эту линию. Черт, нет анимации, что, лайфстейлер, например? Ну, да ладно. Ну, сверху есть галочка красная. А у меня нет. Ну, бывает, баги доты все-таки в бету игре, а нет-нет. Уже 6 лет, да? Главное, что крипы не агрятся, когда их Дракон бьет. Они все равно продолжают бить Тауэр. Это жесть. Наглые крипы. Появилось. Ну, это, кстати говоря, интересно, почему они не агрятся. Пошел Дум на Фуриона. Дракон летит за ним. В любой момент из Дракона может вылезти лайфстейлер, он просто продолжает разводить нас пылы и здесь еще и Ти не подходит с дабл дэмэджем. Дракон продолжает драться, отгоняет всю команду в одиночестве и пошел врыв на Разора. Дракон все еще танкует, поджигает очень хорошо. Как же много дэмэджа. Полетела ульта Лича, лайфстейлер выходит, начинает грызть одного, второго, кристалл мэда ультует, и это минус 4. Мерзкий Дракон этот, которого просто не пробить. Его не пробить? Вот, ну, такой редко увидишь, что от одного героя убегают пятеро, но в данном случае действительно так. От него убегали пятеро, и это создает для твоих тиммейтов нереальное пространство. Они могут делать вообще все, что хотят. И Ластилер дальше пошел. Он не хочет останавливаться. Пошел фармить теперь вражеских хейшентов. Ну, надо его как-то остановить, потому что если это не сделают комплексы в ближайшее время, он придет точно так же в крипе, которого все еще будет тяжело забрать, но он будет с Родианцем, и это будет очень жестко. Разор доняет вышку, попытка нагнать Сэм. Ну да, мне нужно донять, но скорее всего, да. Да. Застоялся она здесь. Отстегал его Чейси с самым электрическим кнутом. Ластилер пошел, пошел, пошел там побивать опять. Вот, вот это тоже очень крутая ящерица. Она никогда не кидает баф вот этот вот в игре, только если она приручена игроком. Сама по себе она только там кастует рейдж иногда, но вот этот баф он очень сильный. Посмотрите на инвокер, он как будто под Алакрити. Да, он еще Алакрити на себя не накидал. Это просто на 75 скорость атаки вылечивает. Это очень жестко. Это больше, чем Кираса дает по атаку спиду. Ну, больше, чем гиперстоун. Ну, полтора гиперстоуна. Тара, да. И сама на себя тоже может накидывать. Стоит маны довольно-таки мало. Плюс есть еще и слэм. Тоже хороший спелл по даое. Так что ящерица тоже пойдет. Ну, посмотрите, рычит ящерица. Злая. Иссигает. И хочу деньги ластилера увидеть. Две триста, две триста пятьдесят у нее денег. И полторы тысячи остается у нас. На самом деле на 12 минуте полторы тысячи тарадикает очень жестко. Да, напомню, что свиток у него уже есть. Он купил его с самого начала. Первый некрэп появляется у нас у бестмастера, у инвокера есть метасик. Хороший. Нет, маленький левел у него восьмой. Вот это очень плохо. У него левел как у... Он самый... Один из самых маленьких левелов вообще в команде. Да и кристалмейден почти его догоняет. Так, нашли ящерицу. Но... Чет пробивать ее как-то тяжело. А даже... И вот ящерица разворачивается. Ящерица опять светит всех. Просто дает хороший спейс. Нашли Чесси. Чесси получает ультимейт. Из ящерицы появляется моментально лайфстилер. Чесси морозит. Чесси минус. Попытка найти следующего это Ханскин. Ханскина находят, сбивают ему ТП и его... Ну, его здесь забьют. Просто не крочи с руки. Успел. Успел вард сбить. Хотя бы сделал какую-то пользу. Ну, что можно сказать? Тиммэн давит, давит, давит серьезно. Хоть и графики у нас плюс-минус нуля стоят. Ну, из-за того, что постоит там фури, он где-то подфармливает. Но... Довольно-таки хорошо. Хороший старт у них. Постоянно убивает. Не могут сейчас с ними колы драться. Радик-то все приближается. Радик-то вот-вот и все. И будет просто бегать, сжечь там какого-то там леча. Просто за ним будет бегать всю драку сжигать его. К моменту появления Радика неплохо было бы заиметь ну, хоть какой-то какие-то арты, чтобы быстро эншентов разбирать. Ведь не будем забывать, что Радианс ну, на лайфстиллере он может даже не в крипе использоваться. Он просто быстро фармит. Он жжет по всем даже если он вылез из крипа. Опять же, масса преимуществ. Ну, вот полетел опять вот он кинул свою вот эту вот сферу огненную фаербол. Сжигает всех крипов на миде и полетел дальше фармить. Вот еще крипы. Сейчас посмотрим, как они быстро падают. Нет, он пошел а, вот сверху пачка. Он даже фармит, если так подумать, он в этом драконе фармит даже круче, чем фармил бы так. Потому что, ну, лайфстиллера нет, а у Е никакого. Пцик, пцик, пцик падает. Все, минус. Да. 400 голды. 400 голды до Радика. Офигеть. Это очень быстро Радианс будет сейчас. Ну, да, в минуте на... Ну, сейчас к нему уже полетит, сейчас, наверное, курьера отправят в магазин и... Ну, там 15-30, плюс-минус, у него он прилетит. И опять же, не забрать, никак не найти, потому что, ну, забрать очень тяжело этого дракона, плюс потом еще вылезает лайфстиллер Фрейджи, и нужно потратить кучу сполов. Все, готово. Да, готов. Вот уже курьер полетел и... Ну, да, это... 15-м... 15. К нему подлетит Радика. Даже меньше на 15. 15-05. Очень быстро. 15-05, Радианс. Пожалуйста. И опять же, ну, вот обычно проблема таких быстрых Радиансов, то, что они собраны без артефактов, и, ну, герой только разгоняется там, но в данном случае, опять же, у него есть армор, самый лучший армор в игре. Это можно сказать, как Аегис какой-то. Бестмастер тем временем напал у Нерр Спирита, забрал его, но... Бестмастера разваливают. Полетел крип у нас через всю карту, он летит сюда, но здесь продолжается драка. Лайфсилер. Дракон просто срезает. Они должны сейчас видеть, в крипах запалился этот дракон. Да, видят. Ну и... Один, конечно, он здесь врываться вряд ли будет. Хотя даже, если он один ворвется, здесь тяжело с ним будет что-то сделать. Все, он пошел. Просто пошел. Он жжет. Нужно убивать. Нужно убивать. Он жжет всех Радианцам. Бегите, глупцы. Дракон. Он реально как дракон. Просто дракон. Просто дракон. Олицетворение. А то у нас как-то в доте этих драконов обижают. Дракон, он такой милый. У него такой милый аватар. Да, да. Лич. Лич просто делает... Просто какой-то, не знаю, милый ящер. Летающий. Вот такой язык высунул. Да, да. Такая... С синдромом ДЦП какой-то. А теперь, кстати говоря, можно подумать и о Големе уже. Он будет совсем не так плохо, потому что он супер жирный и... Радианцам. Он просто в 1-4 берется. Все, все команды. Они хотят выбить этого дракона. Но он просто нажмет рейдж и убежит. Она в это время просто падает тавр. Да, и причем сейчас если команда подключится и начнет какую-то атаку, то здесь все развалятся. Зифрик. Нужно уходить. Зифрик. У Зифрик. Он просто всех на полхп походству уже. Какая грязь. Грязь как она есть. Ну вообще, конечно, стратегию классно NME продумали. Они этого лайфстиллера ну немножко побебесители в начале. Все-таки сильно Фуриону не дали развернуться там. Он в какой-то момент пошел вроде бы фармить, но потом его опять прогнали. Потом на эншентов вышел и как-то ему никак не мешали абсолютно комплексы. У них все было заточено на сильные линии. Как мы видим, сильные линии против такого не очень круто работают. Потому что на линии-то и не стою. Не стоит. Начинает вставать на себя. Райк. Слэнер собирается. Лассер собирается у нас в Владимир. Ауры. Ауры. Просто сейчас ауры. Да-да-да. Владимир можно киражечку потом подсобрать. О! Ханск. Привет. А вот этот крип уже быстро умирает на сапки летный дракон. Его реально очень легко пробивать. Блин, его не могут закрыть, потому что на иммунной к магии спорты ставятся кривовато. Нужно очень точно ставить. Лайфстиллер. Развальт. Слэнс моментально. Ой-ой-ой. Как хорошо сейчас все сделали. Шикарная игра от Зефрик. Ответка. 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 Ответка идет моментальная. И... Да, и бестмастер уже здесь. С рором. Слэнс сейчас догонит его. Догонит. И хороший, хороший, хороший. Пит-селс. Просто как круто все Зефрик делает. Он просто бог сейчас был в этой треке. Если сейчас это все в тени укупается, это и Фроза на Фроза должен тоже спать. Камушек полетел. Ну, сейчас Толс будет. Сейчас будет Толс. Миллион криповов. Свидулзе. И... Ну, из-за байбэка Лимпа это все, конечно. Все произошло. Минус четыре. Ну, из-за байбэка или нет? Это заслуга Лимпа и Изифрик. Конечно, как он отыграл? Его Сайланса. Просто царюга. Лайфстилер, ты думал, сейчас я вылезу, дам быстренько рейдж, и тут же камень. А там уже камень летит в тебя. Ну... Как бы на этом можно и начать свой камбэк. Я так могу сказать. Выход там сразу на Рошана. Да, вот сейчас Нэдфорс как раз включил посмотреть, что происходит. Да. Не, они видят, видят. Вы должны были видеть. Ну да, как в Вард это стоят. Здесь все видно абсолютно. Прожимаются барабаны по кулдауну. Не будет Некров, не будет Дума, не будет только стандистмастера, будет весь прокаст инвокер. Но инвокер опаздывает. Голем бежит. 1950 хп и 10 армора. Все, круто. Голем? Нет. Успели все-таки забрать Рошана. А что теперь? Голем. Голем продолжает. Жжение. И боль. Закрывают Голема. Надо убегать. Надо убегать холл. Хороший размен. Да, задачу выполнили. Отдали Лича, забрали Рошана. Это очень круто. Все. Просто сплит пушит. Цвиндлс опять на топе. Продолжают просто перефармливать. Я не удивлюсь, если при счете 17-10 графики не то что в ноле, а колы еще и ведут. Ну-ка. Ну нет, но они сократились сильно. Ведут по хп и по колде 2-ка, но это сейчас еще не обновились, наверное, после Рошана у нас. Я так скажу, учитывая, что они потеряли на 2 тавра больше и на 7 киллов меньше сделали, они действительно очень много фармят. Да, они перефармливают на самом деле тимэнами. Тимэнами пытаются их убивать, постоянно бегают, пытаются их где-то ловить постоянно, но Фурион фармит, все фармят. Разор фармит. У Разора Сенжиньяша появилось уже и у Тини тоже много артефактов. Ну, нет, у Тини не много артефактов, но неплохие артефакты для этой минуты, так могу сказать. Что там у Лича? У Лича тоже, там Витальти Бустер есть даже. Ну-ка. Выход от колов. На мид. Но Бестмастер здесь за елочкой сидит. Да, мы там наблюдаем. Да, они высовываются. Третья некра у Бестмастера, кстати, есть. Это очень хорошо, чтобы подраться в такой стадии. Хосты подбирает лимф. Главное, что Бестмастер треки только не остановил, потому что у него жесткий сейчас прокаст, 12 уровень. Как-то Тим Эннви просто зажались, не дали сейчас реализовать этот смок, просто зажали все под Тауэр. Нету Вижена в лесу уколов. Колем там фармит на топе. Пропушил уже до самого Тауэра. Лайф стилят с Владмира. Просто базу штурму. Да, он, кстати, пушит хорошо, может как раз-таки Ауру от Владимира давать. И крипы очень медленно убирают Асаму как раз за счет Райденца. Они еще и потолще крипы-то. Да-да-да, хорошо убивают вражеских крипов. Вместо 570 и 650 хп за счет Ауры нападения на Инвокера. Инвокера выкинули. Инвокер. Инвокер погибает первым. Сейчас ответка будет. Сейчас будет ответка. Сейчас будет стана от Суверайна. И третий Некан. Ой-ой-ой-ой, какой хороший. Как круто играть Зефрик, но поздно. Но Голем побеждает. Медленный убийца бежит за Разором, за Личевым. Все погибают. Он продолжает всех жечь в полный хп. Убить очень тяжело. Пошла ульта. И побежал, побежал. У него еще и 4 стмс, что совсем немало. Это очень немало. Тем временем Сидул все забирает и забирает. Все фармит и фармит. Ну, нужно просто сейчас становиться сильнее. Если они станут сильнее, смогут разваливать Голема быстро. Вот Свен, конечно, против такой стратегии. Это герой номер один. Просто он даже с небольшими артефактами он этого дракона, голема, неважно. Он моментально их минусует. Но Свена нет. Просто Рор вписывает этому Свену и сразу его фокусят. На этой минуте у него, я думаю, не будет какого-то блокенбара. Ну, то есть именно вот в командной взаимодействии, если грамотно прикрывать этого крипа, то да, то очень жестко. Не, крип жестко. На него нужно внимания не обращать. Пускай он тебя жжет. Нужно пытаться разбирать всю команду. То есть ты будешь всю драку пить этого крипа, сурки, ты тимвайпиться будешь постоянно. Будешь сидеть со своими друзьями в таверне. Да, ну я не могу сказать, что его прям лупят. Его даже стараются игнорировать, но все-таки он довольно-таки много дает полезную ауру, хорошую, и при этом драки эннами проводят тоже хорошо. там разменивать своих тиммейтов Shadow Blade появляется у Думы. Теперь он тоже будет вести партизанские войны. Дракон просто чувствуется, ну не тоже дракон, на Икс чувствуется, а Ластилер. Шикарно, да. Конечно, просто смотри, где он фармит. Вот как ты любому герою здесь пофармишь. Он вот так вот, просто вот так вот все занял вражескую половину карты. Есть одно но. Он как раз-таки забирает весь фарм и не дает этот фарм своим тиммейтам и заставляет их фармить леса. Он просто отрицает криков, он их крип скипит, считай. Ну да. Но с другой стороны лес-то весь свободен. Пространство огромное свободное сейчас. Просто фарми и будет все хорошо. Может быть какие-то медасики в такой стратегии. Лидер где на это хорошо. Вот так вот. Так, все, вгрызаются в крипа. Пошли бить. И тп особо не сделал с лайфстиллером в рейдже, потому что лещ рядом. Собьет чайником. Там оффспирит. Там оффспирит, который можешь с камнем закидать. Наприкидывай. Смотри, как он ему успеет жесткий. И дум здесь в шадоу-блайде. Лайфстиллер выходит. Ну опять сайленс получает. Какая игра от Сифрика? Ну это просто жесть. Как он это делает? Чейзи будет умирать. Чейзи, отхиливают ботлом там по чуть-чуть, по чуть-чуть, 140, еще заряд ботла. Не умрят, не умрят, не умрят. Живет. Хорошо. Дважды ботлом захилили. Там в промежутках между тиками как-то он успел поработать немного. Ну, Зифрик какой-то монстр. Я не знаю, как он подгадывает этот момент. Лайфстиллер не успевает даже рейч нажать после того, как вылезает из скрипа. Да, Зифрик вроде играет 0,69, но вот именно вот его крутые камни постоянно одного этого Лайфстиллера, который просто надоел бегать по той территории и фармить так наглую, то он круто делает. Ну, вот как раньше Орспирит был болью в пабликах на высоком уровне игры, когда у него камень на притягивание давал стан. Вот он, по сути, так же использует. То есть, как только Лайфстиллер вылезает, он ставит камень, притягивает к себе, тут же вешается сайланс, и все. Если бы он пинал, пока этот камень долетит, застанет, проходило бы много времени. Ему это не нужно. Ему достаточно просто, чтобы Лайфстиллер не включил свой рейдж. Бестмастер на топе, третий Некра, называется Фуриона. Камень, 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 уже нужно лететь. Но поздно, все поздно. Ой-ой-ой, как круто, свиндлз, свиндлз, живее. Нет. Сюда еще тельпортировал Сайнвокер, просто решил уйти. Ну, чуть-чуть поздно, зафрик, конечно. Но смотрел, наверное, по всей карте. Поэтому среагировал очень поздно, секундки, на полторы, наверное, позже, чем нужно. Ну, а так было, шансы были, кое-какие. У начистоси, все-таки у профита сборочка такая. Опять, то же самое сборка, Владмир, Кираса, статовая. Даже не статовая, а аурная, скорее. Да, я думаю, это нормально, потому что много народу с руки бьет. Мейнвокер, ну, не считая, вот его прокасты, у него хороший дамедж с руки. Бестмастер тоже всякие Некра там. Плюс ауры. Ну, и Ластиллер, соответственно, тоже будет бить с руки. Ну, и армор сработает хорошо. Да, и Doom тоже. Так, а тут Инфест Блэйд. Ой, Инфест Блэйд, Инфест Бомба. Инфест Блэйд, это прям какая-то новая комбинация в доте. Инфест Бомба, еще Ластиллер отключил себе рейтинг, смотри, какая она. Продуманная Инфест Бомба. Главное, чтобы он его не забыл включить в драки. Да, бывает такое. Я думаю, что многие, насмотревшись игры профессионалов в PUBG тестили выключение радиации и потом на середине игры вспоминали, что они его забыли включить. У нас Аганим появляется у Тини, Кираса появляется у Фориона и на самом деле артефакты это растут. Растут артефакты. Высадка в Нормандии сейчас произошла. Опять на вражеской территории. Опять он фармит Иншентов Doom. Ставится сентрия. Моментально врыв в Дума. Ластиллер успел поражать рейдж вгрызается в лимпа. Все в лимпа. Ну лимп очень толстый. Отличный чайник. Кристалмейден ультует, вешают саунс. Камень залетает по всем. Разор минус. Идут дальше. И Тини тоже минус. Зифрик пытается сделать ТП. Ну и Зифрик минус в размен на одного Дума. Дума не успел Тини подкинуть. Если бы он подкинул самого героя он бы его быстро очень порвали бы и тогда бы драка пошла бы что-то по-другому. Так, конечно, включил землю там дал Дум этому Тинику и Тиник развалил. Слушай, ну пока непонятно вообще чем эта игра у нас кончится потому что отвечают неплохо колы, но вроде как эннеми все равно продолжают удерживать преимущество небольшое. Ну колы сейчас ведут. О, не колы, эннеми сейчас ведут. Энеми ведут, да. Ластилер начинает собираться в демаж дилер. Уже понимаешь, что тренинг срана лепостно станет бесполезным. Мне нужно будет как-то все-таки дебейсить у нас в игре. И вот всякий раз под Санстрайк еще инвокера. Совер очень хорош. Он вот бегает просто и понимает силу своего героя. То, что там даже Фурион купил себе кирасу, это все равно не останавливает бестмастера. Под Санстрайк демажа слишком много. Да, под четвертую пассивку, под Кабана, под Некра и под самого героя ты представь сколько демажа в тебя влетит. И под четвертые топоры еще. Которые физ... Ну, ладно. Топоры мы вычеркнем. Немножко все равно. Все понемногу там и топорики взлетают. От них во всяком случае не скрыться. И крипы больно бьют. Даже если Фурион выйдет из стана, вот закроются как раз полетят топоры. Может быть демаджи немного нанесут, но нету шанса как-то спастись. Деревья прорубаются моментально. Ну, плюс Санстрайк, конечно. Санстрайк, который наносит бешеное количество демаджа. с аганимом там уже под 600 чистого урона. И вист опять пошел. Но все в откате, но все равно он ищет свою цель. Так, а где я ищу оранжевую точку на карте? Вот она. Маленькая оранжевая точка. Да дракон своими делами занимается. Не беспокоит. Да, по-моему, он просто не на лайфстилере играет больше, а на драконе. Я счастлив, если бы эта игра у нас была где-нибудь в решающей стадии, то завтра бы во всех пабликах дот появилась бы картинка, где там пик команды Enemy и вместо иконки лайфстилера дракон. Вот это аватарка дракона. Да, аватарка дракона. Или там представление команд. Тоже он зашел бы нормально. Да, портрет действительно у него знатный. Ну, кстати, так и выглядит именно. Действительно очень необычно. Больше похож на какую-то Виверму огромную. Падает Рошан. Ух ты. Занатный баг у меня сейчас был. Но падает в итоге, да, Рошан, забирает инвокера Егис, лайфстилер продолжает спейсить. Спейс, конечно, нереально их создает. И все еще не могут с этим эншент-крипом что-то сделать. Все равно он слишком толстый. Нету демоджи нужен. Нету демоджи. Вроде Тини с гонимом там уже, да, но ТПС нужен. Нужно дедаллс, мкбшки. Ну, вот у Розор 3300 денег, кстати. Сейчас посмотрим, что он будет собирать у нас. Что можно собрать? Может быть какой-то потерфлей? Может быть какой-то скади? Может быть... Эти скади против древнего крипа, который хоть как-то будет его замедлять, потому что 464 ему спида. Он ему лапку должен сломать еще с Эмжен Яши, по идее. Я вот не помню, кстати, как вот в первой версии Доты работал дракон. По-моему, там он вообще летал через препятствия, то есть через хайграунды. Я не уверен в этом, это было очень давно. Но, возможно, в поздних версиях уже нет, но в ранних точно да. И это, конечно... Нет, в поздних версиях было нет, потому что в Доту 1 драконы появились очень давно, и ну, долго еще длилось у нас, в принципе. Если дракон летал бы через текстуры, ты прикинь, сколько там обузов было бы через отвод крипов. Да, это жесть. Они летали по своим вейпоинтам, которые им прописали, поэтому никуда они не улетали. Ну, последний, Я просто думаю, что насколько бы это было жестко, если бы он сейчас еще и летал с этим мухспидом через препятствия, но я думаю, что это было пофиксили в следующем же патче, в любом случае, но и так даже без учета перехода препятствий просто мухспид 464, за ним никто не может угнаться, скади его бы знатно замедлял. Летит. Просто бешеный. Да, да, он дополняет же итамы еще с которого собранного героя. Да, там с Энджин Яша как раз собранного лайфстилера, он не просто так его купил. Закрывают дракона и начинают вырезать. Ну, уже побыстрее. Так. На этот раз не успел застанеть, но лайфстилер успеет ли убежать. Вот еще вопрос, а здесь бестмастер. Уже готов. Блокенвар произвел у нас на самом деле Razor на это. Не знаю зачем. Думал, что драка какая-то будет. Ну, драки никакой не будут. Да, чтобы его опять не влетало в бестмастер бешеный с его рором и вписывал ему. Инфестбомба готова. И в Shadow Blade Doom. Видит Разора. Хотя бестмастер врывается. Вижена нет. Ой, вижена нету. Закидывают его прям под тавер, но из него вылезает лайфстилер и начинает бить. Неплохой магнатайзи, не падает. Бестмастер тоже упал. Вообще неплохо отбились. Ну, да. Бестмастер упал и Тине главный упал. Через три минуты падает Эггис. Надо что-то делать. Ну, все сейчас потратили. Беста уже нету. У него даже, кстати, ультимейт есть. Ничего не успел сделать. Под Сайленсом был. Да, его закинули. Хорошо закинули. Так, и дракон. Возвращение дракона. Блудного дракона. У Инвокера, кстати, пять тысяч денег. Я бы на его месте собрал бы после этого падения Эггиса либо Хекс, либо какой-то инициирующий артефакт типа Даггера. Ну, Талисман заменил на Даггер бы. Хекс вместо Эггиса и Актарин вместо Барбанов. Пошел у нас дракон разбираться. В отсутствии Тини как-то тяжело с ним. Ну, Разор пытается пробивать. Пол ХП. Дракона снесли. Нужно еще немножко. Айс Волк. Айс Волк просто поджигает все. Ой, Айс Волк какой неприятный. И Разор вынужден сжать БКБ. Пошел камень. Не залетает. Не залетает. Банана Слэм Джем у Тини. Возвращается. Подкидывает Лайфстилера в Рейдже. Лайфстилер садится. Садится просто в сторону. Лайфстилер выезжать. Надо тут опять наносить четыреста дамага. И кто заканчивает игру? Мне кажется, надо идти мэнами. Потому что нету... Нет, есть байбеки у ребят, но... Ну, там нету ничего. Ну, тебе байбекаться надо, конечно, потому что отдавать в сторону очень не хочется. Лайфстилер пока сидит в драконе. У него откатывает инфест, поэтому он садится и в еще кого-то, и еще, и наносит просто тону дамага. Пошел магнетайз. Зифрика съедают в Рейдже Банана Слэм Джема. Разор ворвался без БКБ. Получает колбу, получает Инфернал Лейд. Это ГГ. Это минус Разор. Инвокер станковался Егисом. Да, все, тут все падают. Один убьют, конечно. Смотри, как у нас игра пошла. Да, вот так вот заобузили энеми. Я уже думал, что эта страта не появится никогда после того, как вот ее можно трон сломать. Я надеюсь, я не пойду трон ломать. Конечно же, конечно же. Конечно же, минус трон. Ну, появится только то, только через 15 секунд у нас Испирит, но он не помешает ничем. Сейчас упадет Тауэр, пока он появится и еще пол трона упадет. Нету Глифа, нет ничего. Пока он там появится, упадет, конечно, трончик уже. Даже, ну да. Сейчас пару камней откинет там, что-то ради приличия. Вот он закатывает уже. Вот он попался в У. Вот он умер. ГГВП. А, дын, а дын. Дракон побеждает команду Комплексити. Ну, круто использовали эту страту. Действительно, классно использовали крипа с инфестом, лайфстиллера. Под него как-то строили все драки, нарушали позиционку. То есть у лайфстиллера даже не такой уж выдающий еще счет. Ну, ассистов много, но... 21... 21... кого-то ожег. Ожег радианса. Или ожог от фаербола. Да, и, конечно, у Комплексити их стратегия вообще не получилась. Она совсем была не готова к такому вот абузу лайфстиллера. Счет становится 1-1. Мы уходим в очередной раз на перерыв и вернемся к решающей третьей игре. ареста. Тебе не надо Тебе не надо Тебе не надо на нервах. Тебе не надо сжигать. И, конечно,